Уважаемые коллеги, я представляю Курский фонетический филиал Пасовской школы. Так нас любил называть Ефим Израильевич, поскольку шесть человек нашей кафедры, защитившихся под его руководством, занимались в то время коммуникативным обучением произношению. Пасов всегда хотел, чтобы методика как можно более полно отражала естественные процессы. Еще в самом начале он определил, что коммуникативность в обучении – это моделирование естественного процесса общения. Мы и сейчас остаемся верными этому принципу и продолжаем развивать теорию профессора Пасова в свете появления новых фундаментальных знаний в смежных науках. В своем выступлении я кратко изложу нашу концепцию использования основ теории информации в рамках становления иноязычной речевой способности и коммуникативного воображения, как ее основы. Понятие и концепция развития коммуникативного воображения принадлежит нашему профессору Светлане Васильевне Павловой. Мы исходим из того, что развитие способности управлять информационными процессами в коммуникации опирается на природные когнитивные механизмы. Поэтому мы рассматриваем управляемое развитие иноязычной речевой способности в сравнении с ее естественным развитием. Становление речи начинается с того, что ребенок, опираясь на мелодику и ритмику звучания речи в разных ситуациях, интуитивно схватывает коммуникативное намерение говорящего и постепенно накапливает образцы звучащей речи. Образцы речевого поведения накапливаются в коммуникативном воображении. Время для осознанного оперирования этим материалом приходит несколько позже, когда совокупность накопленных образов и представлений обеспечит достаточное развитие коммуникативного воображения. На наш взгляд, такой подход к иноязычному образованию может быть обеспечен более полным учетом в методической организации учебного процесса данных математической теории коммуникации, которую выдвинул в свое время Клод Шеннон. В данной теории коммуникации информация рассматривается как определенная последовательность информационных структур, специфичных для разных стадий информационных процессов. Структура рассматривается как совокупность внутренних и внешних формальных признаков, обеспечивающая целостность системы. Она поддерживает и ограничивает систему, и обеспечивает ее предсказуемость и устойчивость. Причем необходимо отметить, что приоритет в указанной теории принадлежит структурным признакам, а не содержательному плану или семантической информации. Как показывает анализ закономерности развития речевой способности, переход к действиям с информационным содержанием, таким как накопление, переработка, передача, получение и сохранение значимых данных, может быть эффективным только в условиях опережающего формирования последовательности информационных структур. Каковы же эти структуры, определяющие функционирование естественных механизмов развития речевой способности? Первичными информационными структурами являются специфические характеристики речевого дыхания. До того, как ребенок начинает говорить на родном языке, он очень рано умеет отличать звучание речи от других шумов. На протяжении значительного времени, предшествующим попыткам заговорить, он четко реагирует на говорящих и сосредоточенно следит за их мимикой. Таким путем, вслушиваясь и всматриваясь, он подсознательно настраивается на пульсацию речевого дыхания и учится его сегментировать. Известно, что речевое дыхание обладает специфическими признаками в разных языках. Совокупность характеристик речевого дыхания, специфичных для конкретного языка, формирует базовые информационные структуры, позволяющие в будущем идентифицировать поток звуков как речевой сигнал. Эти структуры обеспечивают устойчивость всей системы. На них будут настраиваться новые структуры при переходе к последующим стадиям развития речевой способности. Информационные структуры, регулирующие речевое дыхание, закреплены в геноме. Никто не учит ребенка дифференцировать биологическое и речевое дыхание, когда он начинает говорить. Умение переключаться на речевое дыхание развивается на основе инстинкта. Эти структуры – комплексные индивидуализированные образования, поскольку признаки речевого дыхания ассоциируются у ребенка с родными голосами и родными лицами. В методическом плане они формируют восприимчивость к ритмической и темпоральной организации наязычной речи. Выпадение этих структур особенно заметно, когда мы слышим иностранца, говорящего по-русски. Структурный голод на этом уровне приводит к их замещению структурами родного языка, что искажает всю конструкцию и неприятно режет слух. Переход к следующей стадии формирования информационных структур позволяет идентифицировать отдельные сегменты звукового потока. Ребенок слышит и фиксирует, как по-разному звучат голоса в разных ситуациях. Восприятие сопровождается внутренней, а затем и внешней имитацией голосовых модуляций. На этой стадии ребенок осваивает операции голосообразования. Перерабатывая аудитивную информацию, имитируя и играя с ней, он накапливает образцы структурных модуляций голоса, которые ассоциируются с эмоциональным состоянием говорящего. Эти образцы отражают мелодические и ритмические структуры родного языка, которые служат для ребенка информационными структурами. Они их формируют на перцептивном уровне алгоритмы интенсионно-ритмического оформления речи, которые навсегда остаются глубинной материальной основой коммуникативного воображения и источником развития всех речевых навыков и умений. Структурный голод или ограниченность потребления структур на этом уровне делает речь бедной, невыразительной и нечеткой. На следующей стадии формирования информационных структур становление речи продолжается уже на слухомоторном уровне, где ребенок начинает имитировать операции звукообразования. Он пытается координировать артикуляционные движения, имитировать какие-то структуры, звуки. Дети имитируют неосознанно. Способность к имитации заложена у них в генах и проявляется очень рано. Подобным образом у певчих птиц заложены сложные программы песен. Но эти программы не запускаются сами по себе. Птицы никогда не запоют, пока не услышат пение родителей. На основе внутренней и внешней имитации у детей формируется приблизительный артикуляционный каркас, отражающий фономатическую систему родного языка. Необходимое фонемное обобщение мозга строится на основе уже сложившихся сенсорных и моторных фонологических обобщений. Структурный голод на этом уровне развития информационных структур ведет к нечеткой и непонятной речи. Опережающее формирование информационных структур осуществляется не на осознаваемом, на подсознательном уровне. Оно направлено на подготовку мозга к последующей работе к информационным содержаниям, которое происходит на четвертой стадии формирования информационных структур, где осуществляется переход к потреблению информационного содержания. На этой стадии происходит накопление многоуровневых образов звучащей речи, которые ассоциируются с разными коммуникативными смыслами и представлениями. Ребенок не только учится воспроизводить знакомые истории, но и начинает создавать собственные. Подсознательная каталогизация и систематизация образцов речевого поведения, лежащие в основе коммуникативного воображения, закладывает основы речевой способности. В контексте ее развития коммуникативное воображение выступает как источник становления основ творческой речи. Структурный голод на этой стадии развития информационных структур ведет к бедности и невыразительности речи. Таким образом, для эффективной работы с информационным содержанием необходима гармоничная совокупность информационных структур, которая открывает дверь для всего разнообразия информационного содержания. Использование информационных структур может обеспечить развитие коммуникативного воображения как фундамента последующего становления всех речевых навыков и умений. С учетом указанной концепции, авторами была разработана серия учебников и пособий, которые успешно в разное время прошли апробацию в обучении в школе. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие коллеги. Прежде всего, позвольте от имени школы Кипегородской поблагодарить организаторов этой конференции за приглашение. И особенно хочется сказать спасибо Владимиру Петровичу Козовлеву. И еще огромная благодарность вам, коллеги, за то, что вы подаете прекрасный пример того, как надо помнить и чтить своего учителя. Говорить о Ефиме Израилевиче и легко, и трудно одновременно. Легко, потому что так много создал этот великий педагог, ученый, учитель учителей, философ и поэт. Яркая, незабываемая личность. Трудно, потому что как же выделить, выбрать то самое главное, что и делает вклад пассово в образование абсолютно бесценным. Я выбрала урок, о котором он так много писал и которому он посвятил столько своих трудов и столько своих практических советов. Для меня урок – это магическое пространство, в котором проверяется все. И теория, и созданные учебники, и квалификация учителя, и квалификация тех, кто готовил этого учителя. Все проверяется в этом пространстве. А мерилом успеха урока, на мой взгляд, является ученик. То, как он себя чувствует на уроке, то, каким он становится после урока, как он воспринимает себя и других. Не три формы глагола, не то, как он их запомнил, а каким он стал. Вот что делает образование образованием. И именно поэтому из всех многочисленных, очень ценных идей Ефима Израилевича Пасова я, быть может, выделяю прежде всего его концептуальную идею назвать наш предмет не обучение иностранному языку, а иноязычное образование. Образование через схождение, погружение в культуру, в ее широком значении, с помощью иностранного языка. И это в равной степени относится к обучению и малышей, и младших школьников, и старших, и студентов, и взрослых, и всех тех, кто учит иностранный язык в течение всей жизни, потому что обучение образования, когда обучение становится образованием, востребовано всегда. И наш предмет, иностранный язык в этом огромное подспорье. Как вы знаете, определение культуры, о которой так много говорят пасовы, бесчисленное множество. В своей книге «Урок иностранного языка», написанной совместно с Натальей Ефимовной Козыбревой, пасов пишет, что понимает культуру как систему духовных ценностей, воплощенных или невоплощенных материально, которые созданы и накоплены народом во всех сферах бытия, от быта до философии. Прекрасное понимание культуры. Но важно ведь то, что он не только тереотизирует по этому поводу, а то, что он разрабатывает технологию иноязычного образования, а значит, в уроке иноязычного образования и в многочисленных типах упражнений, которые созданы Тихим Израильевичем, и отражается его концепция. Мы все знаем, что, говоря о иноязычном образовании, пасов выделяет четыре аспекта – познавательный, развивающий, воспитательный учебник. Слова так часто повторяются, что они уже утратили свое первичное значение. И вот профессор пасов придаёт им новое звучание. Глубинным пониманием каждого из них делится с нами, с учителями. И совершенно справедливо замечает, что учебный аспект предполагает овладение умениями речевой деятельности, языковыми явлениями, последствиями общения. И только этот аспект, одна четвёртая всего, что он назвал, занимается именно языковыми явлениями. Значит, понятие иноязычное образование намного шире, чем понятие обучения иностранным языкам. Путь организации и освоения учебного материала на уроке, который предлагает пасов, звучит так. Это чрезвычайно близко тому, как трактует понятие образования мой учитель и мой руководитель, и сегодня наш руководитель школы Китай-Городской Галина Александровна Китай-Городская. Знаете, она часто повторяет, что наш предмет, иностранный язык, не имеет своего содержания. Грамматика, лексика, фонетика, фразеология, они могут быть содержанием для английского, а для всех остальных это лишь средство общения. Мы можем, мы должны наполнить свой предмет любым содержанием. И чем интереснее и значимее для каждого нашего ученика будет это содержание, тем выше результат и овладения языком, и, конечно, образование и образованность в целом. Ефим Израилевич Пасов, это его родниц, Галина Александровна Китай-Городской, редкий пример ученого, очень интересный пример, который создает свою образовательную концепцию, но внедряет при этом ее в практику. Он входит в класс со своей теорией, со своими учебниками, со своими упражнениями, со своей рекомендацией, как построить урок. И тогда и появляется урок, как воплощение его в философию образования. Мы все помним, как Пасов определяет содержание урока, его знаменитые принципы, тем не менее хочется их повторить. Принципы организации образовательного процесса как модели процесса общения, принципы индивидуализации, речи мыслительной деятельности, функциональности, ситуативности, новизны. Мало сказать, это прекрасный принцип, но как важно, еще и еще раз хочу повторить, их воплотить в ткань учебного процесса, в ткань самого урока. Эти принципы не просто провозглашены, разработаны детальнейшим образом их технологии. И это и есть бесценный вклад в методику преподавания иностранных языков иноязычного образования, который сделал Ефим Иванович Пасов. Пасов писал, что упражнение является основной тканью любого урока. А Китая Городская пишет, что упражнение – это отрезок жизнедеятельности каждого обучаемого, пережитый совместно с другими в каждый данный момент урока. Другими словами, ткань жизни, ткань, кусочек жизни становится тканью в урока. Упражнением, замедли немножко, но для нас понятно, что упражнение может быть живым, живым воплощением тех реальных ситуаций, с которыми встретятся наши ученики в жизни. А вот поэтому и урок станет живым. Таких перекличек в Пасове и Китай-Городской очень и очень много. Эти переклички касаются логики и структуры урока, грамотного анализа урока, совпадают взгляды этих ученых на роль учителя, не только в образовании, в обществе, в нашей жизни. Совпадают взгляды на важность организации, иной организации повышения квалификации учителя. Они мечтали о необходимости полного изменения подготовки учителей к педагогическим вузам. Эфим Израилевич и Екатерина Александровна знают друг друга долгие годы, в чем-то соглашались, поддерживали друг друга, о многом спорили до хрепоты, вместе восстали против ЕГЭ, всегда были одинаково преданы профессии, и всегда ценили друг друга. Мне довелось несколько раз в последний год присутствовать при их телефонных разговорах. Я в кабинете Китайгородской, звонит Эфим Израилевич, я повстаю, чтобы уйти, Китайгородская жесты меня останавливает, и беспредельное мое восхищение тем, как эти мудрые, зрелые люди беседовали друг с другом, как они восхищались друг другом. Ты написал такую статью, ты так сказала, как они поддерживали друг друга, и как они умели это выразить словами, интонацией, невзглядом, расстоянием, но они чувствуют друг друга. Это был для меня еще один урок, урок уважения и мудрости. Прекрасно писал Пасов, ценность хорошего урока в том, что из него можно извлечь много уроков. Благодарю вас за внимание, дорогие коллеги. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается доклад на тему «Полифункциональность как конституирующий признак упражнений для достижения результатов иноязычного образования». Из названия доклада видно, что в центре его внимания находится такое значимое для современного иноязычного образования понятие, как полифункциональность, применительно к другому важному методическому понятию, каковым является упражнение. Их толкование осуществляется, во-первых, в опоре на исследования Ефима Израевича Пасова, ученицей которого я имею счастье быть, во-вторых, с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта и основных положений личностно ориентированного и личностно деятельностного подходов, что касается федерального государственного образовательного стандарта, то в нем, как всем хорошо известно, указывается, что в ходе освоения школьниками основной образовательной программы ими должны быть достигнуты личностные, метапредметные и предметные результаты. Успех в получении таких результатов, как обоснованно разработчиками названных подходов, зависит от того, являются ли учитель и школьники равноактивными и равноответственными субъектами образовательного процесса. Начнем наше изложение с упражнения, которое мы вслед за Эфим Израилевичем рассматриваем как деятельностное средство, составляющее деятельность ученика как субъекта учения, то есть его учебной деятельности, предназначенное для овладения школьником любым видом речевой деятельности, но при условии, что они специально организованы и управляются учителем для достижения запланированной цели. Такое понимание упражнения позволяет для дальнейшего изложения воспользоваться, во-первых, понятием речевой деятельности как средством иноязычного общения, умениями, которые овладевают ученики, а во-вторых, понятием учебная деятельность, в рамках которой протекает этот процесс. Итак, речевая деятельность – это активный, обусловленный социокультурной ситуацией процесс, процесс восприятия или порождение речевого сообщения, в ходе которого ее субъект решает определенную речемыслительную задачу с помощью речевых действий для получения запланированного продукта в виде умозаключения, условного или письменного высказывания и достижения ожидаемого результата, каковым может быть дальнейшее поддержание иноязычного общения. Здесь принципиальным для нас является тот факт, что для владения тем или иным видом иноязычной речевой деятельности ученики должны научиться выполнять присущие ей речевые действия, которые применительно к дисциплине иностранный язык выступают как ее предметные действия. Приобретение школьниками этих предметных действий происходит в ходе учебной деятельности, которая в работах российских психологов рассматривается как процесс решения учеником учебной задачи в предметной ситуации с помощью учебных действий по присвоению предметного содержания, направленной на достижение цели учебной деятельности, а именно заранее запланированных изменений в школьнике, как ее субъекте. Исходя из универсальности учебной деятельности в работах современных исследователей, эти учебные действия стали называться универсальными и в соответствии с их функциями разделены на личностные и метапредметные универсальные учебные действия в составе познавательных, регулятивных и коммуникативных. Если личностные универсальные учебные действия обеспечивают заинтересованность учащихся в решении речи мыслительных задач и тем самым придают усваиваемому содержанию личностную значимость, личностнозначимый характер, то метапредметные действия отвечают за организацию и реализацию учебной деятельности школьников и их взаимодействие как с учителем, так и друг с другом для обеспечения учебного сотрудничества в ходе достижения образовательных результатов. Приведенные положения, значимые для представления нашего понимания упражнений как таковые и полифункциональные упражнения, в частности, дают возможность перейти к характеристике последних. Итак, далее мы будем вести речь о полифункциональных упражнениях как деятельностных средствах, способных выполнить несколько функций в иноязычном образовательном процессе. В методических работах определение полифункциональной применяется к упражнениям в том случае, если в ходе их выполнения ученики усваивают языковой материал с его параллельным включением в речевую деятельность, что позволяет одновременно формировать навыки, развивать умения, вносить вклад в совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. Как видим, такие упражнения направлены на достижение нескольких целей, но в ходе достижения школьниками только в предметных результатах. В исследованиях Ефима Израильевича в то же время полифункциональность упражнения определяется совокупностью характеристик в составе, во-первых, полимодальности, когда задействованы все виды речевой деятельности, а во-вторых, полиаспектности, предполагающей участие всех компонентов иноязычной культуры, а именно познавательного, развивающего, воспитательного и учебного. Считаем, что это подтверждает нашу точку зрения о необходимости создания в упражнениях условий, нацеленных на взаимосвязанное достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов. Именно такие упражнения в нашем исследовании определяются как полифункциональные. Архарактеризуем полифункциональные упражнения, руководствуясь критерием адекватности, также предложенным Ефимом Израевичем Пасовым. Начнем с того, что качества полифункциональных упражнений должны быть соотнесены, во-первых, с содержанием намеченных целей и условиями их достижения. Во-вторых, определяться составом действий необходимых ученикам для получения запланированных результатов. В-третьих, выполняться с помощью адекватных средств и способов. И, наконец, быть организованными учителем таким образом, чтобы обеспечить совершенствование этих действий, а также их свободное и точное выполнение в любой момент иноязычного образовательного процесса. В связи с перечисленным первым параметром полифункциональных упражнений будет трехчастная цель в составе предметной, направленной на развитие умений говорения, аудирования, чтения и письменной речи как средствами язычного общения, личностной и метапредметной, предполагающих развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Вторым параметром, определяющим качество полифункциональных упражнений, будет соотнесенность предметных и учебных действий, выполняемых школьниками для достижения запланированных результатов, социокультурной ситуации общения и учебной речи-мыслительной задачи, которую они решают на разных этапах обучения и на язычном общении. Третьим параметром полифункциональных упражнений будет совокупность операционных и материальных средств, обеспечивающих успех данному процессу. Операционные средства, в свою очередь, делятся на две группы. В первую группу входят речи-мыслительные действия, адекватные тому виду речевой деятельности, которым и владевают ученики. Они могут выполняться с помощью материальных средств, представленных вербально на иностранном языке, в виде речевых образцов, текстов, планов и тому подобного. Вторую группу операционных средств включаются в универсальные учебные действия в составе личностных и метапредметных необходимых ученикам для овладения тем видом речевой деятельности, который находится в центре внимания. Материальным средством предъявления школьникам личностных универсальных учебных действий является учебное задание, в котором ученикам предлагается личностнозначимая для них ситуация общения и адекватная ей учебная речи-мыслительная задача. Что касается материальных средств предъявления универсальных учебных действий, то в качестве таковых выступают памятки, которые необходимы для успешного овладения соответствующим видом речевой деятельности в той последовательности, которая требуется для решения конкретной учебной речи-мыслительной задачи. В ряде случаев памятки могут сопровождаться речевыми образцами, моделями или функциональными опорами, помогающими наиболее эффективно выполнить речи-мыслительные и учебные действия. Реализация операционных действий, выполняемых с помощью перечисленных материальных средств, может осуществляться школьниками такими способами, как индивидуально, в парах или группах, а также под руководством учителя, следуя, например, памятке или полностью самостоятельно. Представленные параметры полифункциональных упражнений, по нашему мнению, достаточно убедительно показывают, что названные упражнения способны включить школьников в активную учебную деятельность для взаимосвязанного освоения предметных и универсальных учебных действий, необходимых им в процессе овладения иноязычным общением. Чтобы такие полифункциональные упражнения могли успешно функционировать в любой момент иноязычного образовательного процесса, они, с одной стороны, должны быть организованным учителем, а с другой – давать ему возможность целенаправленно управлять действиями обучающихся. В связи с этим возникает вопрос, могут ли полифункциональные упражнения также выполнять организаторскую и управленческую функции, являющиеся ведущими в деятельности учителя на современном этапе развития образования. Для ответа на этот вопрос обратимся к сути названных функций. Так, организаторская деятельность учителя направлена, во-первых, на актуализацию такой совокупности речемыслительных и универсальных учебных действий, которые могут потребоваться обучающимся для решения поставленной учебной речемыслительной задачи, а во-вторых, предполагая сосредоточение названных действий на достижении запланированной трехчастной цели. Организованная таким образом учебная деятельность приобретает функцию управляемости, предполагающие поддержание режима ее выполнения, упорядочивание речемыслительных и универсальных учебных действий на каждой фазе учебной деятельности и обеспечение поддержки обучающихся, если возникнут затруднения. Характеризуя параметры полифункциональных упражнений, мы обратили внимание на то, что выполнить организаторскую функцию может помочь учителю учебное задание, которое он предъявляет на мотивационно-ориентировочной фазе учебной деятельности. Именно в нем содержится личностнозначимая для ученика ситуация общения и адекватная ей учебная речемыслительная задача, предназначенные для демонстрации значимости нового материала, его соответствия потребностям и интересам школьников, а также для активизации ранее усвоенного и набора речи мыслительных и метапредметных учебных действий, требующихся для достижения поставленной трехчастной цели. В свою очередь, памятки, как материальное средство осуществления универсальных учебных действий, дают возможность учителю управлять учебной деятельностью школьников, поскольку в них описываются предметные и сопровождающие их учебные действия, необходимые ученикам для овладения речевой деятельностью и описываются они в той последовательности, которая требуется для решения конкретной речемыслительной задачи. Более того, присутствующие в памятках функциональные опоры могут помочь ученикам выполнить эти действия качественно и безошибочно, создавая тем самым ситуацию успеха. Подчеркнем, что содержание названных материальных средств, как средств организации и управления, используемых учителем, подбирается им с учетом условий обучения, каковыми являются этапы обучения иноязычному общению и психолого-педагогические особенности и индивидуальности учеников той или иной ступени обучения. Суммироизложенное определим полифункциональное упражнение как деятельностное средство, которое организуется учителем на владение школьниками иноязычным общением с помощью совокупности речи мыслительных и универсальных учебных действий, управляемых и реализуемых адекватными материальными средствами и способами выполнения в ходе решения обучающимися учебных и речи мыслительных задач в ситуациях иноязычного общения с целью достижения ими предметных, личностных и метапредметных образовательных результатов. По нашему мнению, применение полифункциональных упражнений в иноязычном образовательном процессе обеспечит не только достижение школьниками образовательных результатов, но и внесет вклад в становление их индивидуальности как активных, творческих и ответственных субъектов межкультурного взаимодействия. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Во-первых, от лица школы Китай-Городской я хотела бы поблагодарить вас за приглашение и возможность принять участие в конференции. Для нас это действительно большая честь. Я хотела бы сказать, что имя Ефима Израильевича Пасова лично для меня очень значимо. И не только в силу моего глубокого уважения к его научным трудам, к его теоретическим и практическим разработкам, и, конечно же, колоссальному вкладу в отечественную педагогику, но и сквозь призму отношения к Пасову моего учителя, с которой мне повезло быть рядом и работать уже больше 20 лет, профессора Галины Александровны Китай-Городской. Галина Александровна всегда очень много рассказывает о дружбе с Ефимом Израильевичем, об их встречах, о беседах, неизменно восхищаясь его умом, талантами, яркой личностью. И, конечно же, такое отношение пропитало всех нас. У нас в школе собрана целая библиотека трудов Ефима Израильевича Пасова и всегда огромное удовольствие вновь обратиться к его книгам, какие-то вещи перечитать, переосмыслить. И, конечно же, восхищает невероятную эрудицию Пасова, его умение емко и глубоко писать о сложных и важных вещах, формулируя столь важные и ценные для нашего педагогического сообщества понятия и идеи. Ефим Израильевич оставил колоссально методическое наследие, и его вклад в педагогику сложно переоценить. Именно он работал над тем, чтобы придать методике статус самостоятельной науки со своим собственным категориальным аппаратом. И мы прекрасно с вами понимаем, что никакая наука не может благотворно развиваться, если у нее нет четкого единого определения основных понятий. И такая путаница действительно наблюдалась, да и наблюдается в методике по настоящий день. понятие метод, методика, система, прием, технология имеет огромное количество толкований, трактовок, интерпретаций. И это усложняет жизнь и тем, кто преподает, и тем, кто занимается программами повышения квалификации, то есть обучает учителей, потому что нам всем нужна единая термина система, как называет ее пассов. И в своем выступлении я хотела бы подчеркнуть значимость его идей в создании единой базовой системы методических терминов и особое внимание хотелось бы уделить анализу понятия прием. Ефим Израевич много пишет о том, что же такое прием обучения. И действительно, это одна из основных категорий, а в плане технологической едва ли не основная, потому что вся обучающая деятельность учителя, по сути дела, состоит из приемов обучения. И практика показывает, что учителя, которые приходят на программу повышения квалификации, всегда очень ищут вот эти вот приемы, которые можно сложить в свою копилку, потому что, собственно, на них потом мы и строим вот эту ткань урока. Но Пасов пишет о том, что прием как понятие следует поднять с уровня вот этого практического применения, с опредмечивания до уровня теории, и, соответственно, тогда прием как категория приобретает некоторую абстрактность. И как абстрактное понятие может быть рассмотрено в двух аспектах. Пасов пишет, что один из них это прием понятия, то есть то, что является моделью обучающего воздействия, а второй аспект это прием поступок, то есть некое конкретное обучающее воздействие. По сути, прием есть основная единица обучающего воздействия, и как любая единица, он обладает основными характеристиками целого. То есть как молекула обладает всеми свойствами вещества, точно так же прием есть наименьшая единица учебного воздействия, имеющая самостоятельное значение. И, естественно, если он единица и имеет свое значение, то в нем тоже есть некоторые компоненты, которые выполняют роль элементов. Вот таковыми по пассову являются средства обучения, уже абсолютно конкретные, способы обучения и условия обучения. Вот это три компонента, которые составляют прием обучения. Мы можем чуть-чуть более подробно рассказать о том, что пассов понимал под этими компонентами, просто чтобы напомнить. когда мы говорим о средствах обучения, то это могут быть операционные или материальные средства. И операционные, я думаю, как нам всем понятно, это те действия, которые выполняют учитель и ученик. Это может быть имитация, подстановка, трансформация, комбинирование, догадка, все что угодно. А материальные средства, они могут быть как вербальные, то есть какие-то лексические единицы, это речевые образцы, тексты, планы и так далее. И иллюстративными картинки, плакаты, таблицы, схемы и так далее. Любое операционное действие с материальными средствами может быть осуществлено естественно определенным способом. Это второй компонент приема. И способы могут быть как качественные, допустим, с речевой задачей или без нее ситуативно обусловленные или вне ситуации. Также может быть количественный параметр, то есть быстро, медленно, с ограничениями по времени или без. И организационный, то есть индивидуально, в паре, в тройке, в группах, то есть по типу взаимодействия. и любое операционное действие с материальными средствами, выполняемое тем или иным способом, мы уже с вами собрали два компонента, выполняется в определенных условиях. И условия Ефим Исраиль разделит тоже на два возможных типа, это внешние и внутренние. Внутренние это свойства ученика как индивидуальности, то есть его способности, память, слух, восприятие, его какие-то личностные характеристики, его умение работать, его личный опыт, его чувства, его статус в коллективе. Огромное количество факторов, которые влияют на вот эти самые внутренние условия. И внешние. Уровень обучения, количество учащихся в классе, использование каких-то дополнительных средств и так далее. Таким образом, мы с вами приходим к тому, что прием это не просто раздать карточки или использовать какую-то картинку. Прием это основная структурно-функциональная единица обучающего взаимодействия. В структуре приема есть существенные и устойчивые связи между компонентами. И эти связи еще предстоит установить. Это сложно, но в плане познания закономерности обучения совершенно необходимо. В качестве примера пассов приводят некоторые зависимости, которые следует установить экспериментально. Это зависимость операционных средств от способов или зависимость способов от внутренних условий или зависимость средств от условий. То есть большая комбинаторика в данном направлении может быть прослежена. исследований исследования конечно же необходимо продолжать для того, чтобы развивать методику именно как самостоятельную науку, именно со своим детально разработанным категориальным аппаратом и пониманием всех взаимосвязей компонентов и элементов основных понятий. очень важно, что прием и набор приемов собственно выбор определенных приемов в соответствии с целями, задачами, условиями и другими факторами это есть определенная платформа для творчества преподавателя выбор этих приемов должен осуществляться конечно же осознанно и в данном случае работа пассова в которых он описывает подробно из чего состоит прием как его следует использовать прием как единицу обучающего воздействия конечно же невероятно важно для любого преподавателя который хочет понимать на чем он строит весь свой процесс почему именно так а не иначе в школе Китай-Городской мы уже несколько десятилетий проводим программу повышения квалификации преподавателей и к нам приезжают учителя из различных городов из различных стран и конечно же им очень интересны различные приемы мы ими всегда с удовольствием делимся мы рассказываем как мы вводим новый материал как мы как мы его тренируем что мы делаем на этапе контроля как мы работаем с аудированием с текстами с письмом что мы делаем с музыкой с играми мы даем им очень очень много приемов но очень важно показать и я думаю что об этом писали собственно и Юфим Врач Пасов и Галина Александровна Китай-Городская что всегда за приемом и подход и все это должно строиться на базе принципов метода то есть это целостная система очень важно чтобы преподаватели не просто использовали отдельные приемы а именно работали в рамках понимания общего подхода общей системы тогда обучение приходит на качественно иной уровень можно добиваться совершенно другого порядка результатов и я бы хотела сказать что конечно же работа Ефима Израильевича Пасова невероятно важна для каждого из нас для всех преподавателей для педагогов для методистов потому что иметь возможность говорить на одном языке иметь возможность разрабатывать нашу науку методику в которой мы проводим эксперименты в которой мы выдвигаем теории гипотезы защищаем их или опровергаем конечно же это невероятно важно и невероятно интересно это позволяет вывести на новый уровень программы повышения квалификации преподавателей а соответственно как следствие повышается уровень образования и уровень преподавания я думаю что такие конференции как это должны стать регулярными чтобы специалисты и методисты могли встречаться обмениваться своими идеями своими практическими теоретическими разработками делиться результатами экспериментов чтобы мы вместе продолжали дело для которого так много уже создал Эфим Израилович Пасов и я благодарю вас всех за внимание и очень надеюсь на новую встречу спасибо уважаемые коллеги разрешите представить вашему вниманию выступление на тему формирования язычной культуры школьников федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования ставит перед учителем цель раскрыть возможности учащихся научить их конструктивно мыслить и творчески подходить к решению проблемы то есть сформировать личность которая будет комфортно и уверенно чувствовать себя в современном мире цель учителей иностранного языка сформировать развитие на язычную коммуникативную компетенцию учащихся посредством вхождения в мир иностранной культуры в разных словарях встречается множество определений слова культура в нашем выступлении мы придерживаемся определения данного Ефимом Израилевичем Пасовым и под культурой понимаем систему ценностей которые используются в качестве содержания образования становятся тем пространством существования благодаря которому человек может стать человеком духовным согласно Пасову процесс образования это процесс передачи культуры а процесс иноязычного образования процесс передачи иноязычной культуры обучающийся может овладеть иноязычной культурой в процессе коммуникативного иноязычного образования. Иноязычная культура является источником иноязычного культурного образования в его четырех аспектах. Познание, которое нацелено на владение культурологическим содержанием иноязычной культуры, развитие, освоение психологическим содержанием, воспитание, постижение педагогическим содержанием, учение, познание социального содержания иноязычной культурой. Компонентами содержания являются культурологические, психологические, педагогические и социальные. В своем выступлении мы рассматриваем каждый из этих аспектов, приводя примеры из опыта работы учителей английского языка Одинцовских школ Московской области. Итак, познавательный аспект, то есть овладение культурологическим содержанием иноязычной культуры. С первых уроков английского языка учитель дает ученику возможность проникнуть в пространство изучаемого языка, обучая детей иноязычной произносительной культуре, знакомясь с красотой изучаемого языка, его звучностью и музыкальностью. Например, знакомство с английскими детскими стихами, известными под названием Mother's Rhymes, помогает понять фантический строй английского языка, его интонацию, ритм, способствует овладению лексическими единицами, грамматическими конструкциями. В детский английский фольклорского скороговорки пословицы, поговорки, народные песни, загадки знакомят учеников с культурой страны изучаемого языка, расширяют кругозор, способствуют активизации познавательной деятельности. Например, какой пословица в русском языке соответствует пословице «my home is my castle» пробуждает интерес не только к культуре изучаемого языка, но и к языку родной культуры. Все это не только помогает легко и быстро усвоить определенный объем языкового материала, но и доставляет ученикам удовольствие. А то, что пережито эмоционально положительно, надолго остается в памяти учащихся, оставляя след в их сознании. Следующий аспект – развивающие. Развивающий аспект направлен на обладение таких свойств, сторон, процессов, механизмов, которые играют наиболее важную роль для процессов познания, воспитания и учения. Как известно, интерес и мотивация являются движущей силой познания. Интерес мотивирует на обучение, и, как следствие, образовательный процесс становится более эффективным. Для вовлечения учащихся в этот процесс педагоги используют ролевые игры, проектную деятельность, КВНы, квесты, игровые моменты на уроках. Виды деятельности, как правило, соответствуют возрасту учащихся, их познавательным возможностям, направлены на развитие мышления, внимания, памяти, воображения, строятся по принципу от простого к сложному, носят проблемный характер, являются открытыми, сдают направление и структуру для ответа. Например, школьникам для развития сообразительности, находчивости, внимания и работы в команде можно предложить квест, которым объединяются разные виды деятельности – двигательные, познавательные, исследовательские, коммуникативные. Напомним, что квест – это эффективная игровая форма обучения с использованием разнообразных творческих заданий. При планировании квеста необходимо придерживаться определенной структуры – сюжет роли, задания-вопросы, порядок выполнения, бонусы, штрафы, итоги-призы. Выбор темы квеста зависит от педагогической задачи. Это может быть повторение пройденного материала или знакомство с новым, исследование отдельной проблемы с опорой на уже имеющиеся знания. Квест может быть тематическим, смешанным, творческим. Дорхова Татьяна Сергеевна, учитель английского языка школы номер 9 города Одинцова, отмечает, что на подготовительном этапе учащихся формируются навыки сбора и обработки информации, умение анализировать, проявляя креативность и критическое мышление. На основном этапе учитель вовлекает учащихся в процесс прохождения квеста. Например, говорит, что получил загадочное письмо без адресата. Для того, чтобы узнать автора письма и расшифровать письмо, необходимо найти все подсказки, спрятанные в классной комнате. Учитель раздает участникам карты, согласно которым они должны найти конверты с заданиями и выполнить их. Примеры заданий, представленные на слайде. Ну, например, find and circle five words in the sentence. Третье слово от начала и конца является кодовым словом. Необходимо пояснить учащимся, что кодовое слово задание номер один – ключ к разгадке. Ответы на определенные задания могут учащимся, помогут учащимся расшифровать загадочное письмо и определить автора письма. На заключительном этапе подводятся итоги, обсуждаются результаты, анализируются выявленные ошибки. Воспитательный аспект. Воспитательный аспект связан с культурой и понимание, и понимается как процесс становления, обогащения и совершенствования духовного мира человека через творческое наследие всей доступной культуры. Согласно концепции пасова, язык – неотъемлемая часть культуры. Культура – есть система духовных ценностей, которые созданы и накоплены обществом во всех сферах бытия. Изучая культуру и национальные особенности страны, учащиеся формируют социокультурные портреты страны изучаемого языка, выявляют различия и сходства в культурах, решают проблемы, проблемные культурологические задания. При этом не следует забывать о родной культуре учащихся, привлекая ее элементы для сравнения. Тема «Русские и английские праздники. Традиция обычая» занимает особое место. Для того, чтобы узнать, насколько хорошо школьники знают английские и русские традиции и праздники, в одной из школ города Одинцова, магистранткой факультета лингвистике МГИМО, Харламовой Таисе и Валентиновной был проведен эксперимент. Учащимся предложили ответить на вопросы. Почему мы отмечаем праздники? Ваш любимый праздник? Знаете ли вы историю любимого праздника? Как вы думаете, что такое семейная традиция? Что делает ваша семья, собравшись вместе? А также «What English holidays do you know? What English traditions do you know? When do English men celebrate New Year's Day, St. Valentine's Day, Halloween, Christmas Day». По результатам осуществленного эксперимента было выявлено, что 36% учащихся считают, что в празднике мы чтим и храним традиции. 27% вспоминают важное историческое событие. 18% встречаются и общаются с родственниками и друзьями. 19% считают, что в празднике люди веселятся и развлекаются. Новый год, конечно, 90% учащихся ответили «Любимый праздник». Собравшись вместе, 33% респондентов трудятся, чтобы поддержать заинтересованность в заботах и успехах каждого члена семьи. 25% отмечают, что делятся впечатлениями о прошедшем дне, об увиденном, услышанном, о важных событиях. Выяснилось, что учащийся знает, что the English are tea drinkers. 99%. At tea time, the English like to have a cup of tea with meal. 82%. English people like to live in small houses with small gardens. 64%. Englishmen are very fond of fireplace. 21%. В ходе анкетирования выявлено, что традиции, обычаи и праздники в Великобритании и России имеют как сходства, так и отличия. Результаты анкетирования были использованы при разработке интегрированного урока Let's Celebrate по МК Spotlight для 6 класса издательства просвещения по развитию творческих способностей и мышления учащихся. Учебный аспект. Содержание учебного аспекта составляют те речевые умения, которыми должен овладеть учащийся как средствами общения, то есть говорением, аудированием, чтением, письмом, возможно, переводу, а также самим умением общаться. Обучение через деятельность, learning through doing, ведет к обладению искусством коммуникации. Радислав Петрович Миллерот, анализируя современные тенденции в образовании, подчеркивал, что с помощью тренировочных приемов обучения школьники усваивают готовое содержание, а с помощью проективных заданий они учатся творчески создавать содержание обучения и усваивать его. Проект «Изучаем фразовые глаголы» был организован и осуществлен учителем английского языка гимназии номер 4 города Одинцова Шафарстовой Яной Павловной. Интерес к теме «Изучаем фразовые глаголы» не случайен. Существует великое множество фразовых глаголов, образование которых не подчиняется ни одному правилу. Фразовые глаголы постоянно используются в разговорной речи, поэтому без них сложно понимать собеседника или улавливать смысл прочитанного в книге. В ходе реализации проекта учащиеся выявляли самые часто употребляемые фразовые глаголы, изучали происхождение фразовых глаголов, занимались поиском пословиц, поговорок, загадок, рифмовок с фразовыми глаголами, переводили на русский язык эти пословицы и поговорки. Для лучшего запоминания применяли мнемотехнику. Итогом деятельности учащихся является создание наглядного учебного пособия по фразовым глаголам. Подводя итог, отмечаем, что учителю необходимо приобщать учащихся к иноязычной культуре, к основополагающим ценностям и установкам. Для этого он должен использовать задания и виды деятельности, способствующие проявлению интереса к владению языком, формированию положительного отношения к иноязычной культуре. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня мне хотелось бы поразмышлять над проблемой индивидуализации обучения иностранным языкам. Эта проблема никогда в истории методики обучения иностранным языкам не теряла своей актуальности. А в последние десятилетия она приобретает еще большее значение. И это первая причина, почему я выбрала эту тему. А вторая проблема заключается в том, что хочется, рассматривая ее, осветить особую роль, которую сыграл Ефим Срачпасов, наш выдающийся отечественный ученый-методист в исследовании этой проблемы, и его научная школа. То есть вот сегодняшний повод о конференции памяти Ефима Зарачи – вторая причина, почему я выбрала эту тему. Итак, приступим. Начнем, как принято, с определений. На слайде представлено несколько определений. Они, по большому счету, очень похожи друг на друга. Существует много различных интерпретаций этого термина, но анализ показывает, что все они направлены на понимание одного, а именно задачи, которые необходимо решить по преодолению несоответствия между уровнем учебной деятельности обучающихся и их реальными возможностями. Первым ученым, можно так сказать, первым исследователем проблемы индивидуализации обучения иностранным языкам был Фердинанд де Сассер, наверное, который разделил язык и речь. И с того момента мы прекрасно понимаем, что сам процесс обучения языку является индивидуальным, и мысль порождаемая и всегда индивидуальна, и поэтому обучать языку надо сообразно с этим пониманием. Последующие десятилетия и в зарубежной методике, особенно в рамках разработки устных методов обучения иностранным языкам, были предприняты попытки практической реализации и процессовой индивидуализации. Создавались даже учебные пособия, в которых имелись несколько текстов одного содержания, адаптированных под разные категории обучающихся, либо к одному тексту в другом пособии и предлагались упражнения различные по уровню сложности, мы бы сейчас сказали, и под различные категории обучающихся. И в отечественной методике тоже уже с самых первых шагов ее становления обращалось внимание на индивидуализацию. Выдающийся наш один из первых методистов, ученых Ирина Алексеевна Грузинская говорила, что как можно обучать ученика чему-либо, если ты его не знаешь. И в этой связи, конечно же, анализ литературы показывает, что представлено много различных трактовок, но вот мне не удалось обнаружить сколько-нибудь системного, описанного, представленного концептуально положения, касающегося индивидуализации обучения иностранным языкам до книг Ефима Зальча Пасова. На мой взгляд, вот впервые мы в коммуникативном методе обучения иноязычному говорению или говорению на иностранном языке видим принцип, сформулированный принцип индивидуализации, как закон, регламентирующий методическую деятельность, преподавательскую деятельность и деятельность учебную самого ученика. Ефим Израильевич выделяет два момента в понимании принципа индивидуализации. Прежде всего, это адаптация учебных материалов, которые преподаватель осуществляет под различные категории обучающихся. А с другой стороны, это деятельность самого обучающегося по обучению себя иностранному языку и согласно принципу индивидуализации у обучающегося должны быть для этого какие-то средства, средства методической поддержки, которые тоже хорошо разработаны в концепции принципа индивидуализации в трактовке Ефима Израильевича Пасова и его научной школы. В последующие годы учениками, многочисленными учениками и соратниками Ефима Израильевича эта проблематика разрабатывалась подробно и в теоретическом плане. В частности, были представлены различные виды индивидуализации и в практическом плане с точки зрения методических памяток, советов, различных видов схематического представления материала для помощи обучающимся в процессе обучения языку. То, что такие разработки многочисленные были сделаны и учеными, и учителями, практиками, что, в общем-то, показывает роль исследователей, действующих в рамках данной научной школы в исследовании данной проблемы. Мы знаем, что в последние, может быть, десятилетия имеется несколько подходов методических или педагогических, отечественных или зарубежных, где так или иначе в большей или меньшей степени реализованы идеи индивидуализации обучения. И в отечественной методике тоже такие подходы известны, как целые системы педагогические. Я должна сказать, что все они в определенном объеме базируются на идеях, высказанных Ефим Исраевичем Пасовым. И сейчас эти идеи звучат как аксиома для каждого методиста. Не буду останавливаться на характеристике этих подходов. Это не входит сегодня в мои задачи. Только скажу, что практика реализации этих подходов, уже опыт, накопившийся с годами обучения в рамках данных подходов, показывает, что наверное, не все проблемы еще успешно решены, что есть круг вопросов, которые требуют дальнейшей разработки, что иногда что-то не получается в рамках заявленных положений, заявленных основ реализации принципа индивидуализации. здесь назвала несколько моментов, которые исследователи высвечивают в своих работах. Это свидетельство только об одном, о том, что требуется дальнейшая разработка в этом направлении. что же можно предложить или что предлагается в плане индивидуализации сегодня? По мере накопления опыта практической деятельности, которая обобщается в работах исследований, мы видим все больше и больше возникает каких-то понятий в определениях индивидуализации ранее несвойственных этому явлению. Некоторые из них представлены здесь на слайде и они выводят или вводят наше внимание совершенно в другую плоскость, ориентируют нас на понимание индивидуальности в несколько ином плане. Ну, понятно, что все это современная терминология и она связана с новой образовательной парадигмой, которая, в общем-то, уже теперь не новая, она просто образовательная парадигма сегодняшнего дня. И не вдаваясь в характеристики, конечно же, этой образовательной парадигмы, мы все прекрасно понимаем, что речь идет о так или иначе представленных, но подходах, в центре которых находится сам ученик. Не учебный процесс, не темпачи, не личность обучающего, а личность обучающегося. И если мы попытаемся обобщить все эти подходы, которые имеют своей целью, фокусе имеют в своем личности обучающегося, и рассмотрим, как предлагается индивидуализировать учебный процесс, то мы поймем, что вот сегодня индивидуализация отходит от понимания процесса адаптации учебного материала или всего целиком учебного процесса под обучающегося через определенные формы, методы обучения, понимается не как процесс внешний по отношению к ученику, направленный от учителя к ученику, и все больше фокусируется на понимании индивидуализации как создание пространства, обеспечение пространства для развития ученику через присвоение внешних факторов интериализацию их и это пространство представляет собой внутренний такой ресурс или потенциал обучающегося, которые можно раскрыть и следует раскрывать в процессе обучения с целью конечно же обеспечения самому обучающемуся вот того поля, то есть зоны развития, которую каждый может иметь, которую действительно каждый из обучающихся имеет и раскрывая факторы внутренние факторы потенциалов, потенциальные факторы можно сказать обучающегося в учебном процессе, в данном случае по иностранным языкам, мы помогаем ему становиться образованным человеком, становиться человеком во всех его ипостасях и индивидуальности и личности и субъектов своей собственной деятельности. Что еще можно сказать в данном плане? Вот этот слайд он фактически нечитабельный и содержание его это предмет следующего уже разговора, в данном случае это просто как иллюстрация, как картинка к тому, что же составляет это пространство развития обучающегося в ходе обучения иностранному языку или средствами иностранного языка. Ну вот здесь несколько представлено тех самых моментов, которые, компонентов содержания обучения иностранному языку, которые и составляют пространство развития обучающегося. В данном случае, в качестве примера, приведено обучение иностранному языку студентов неязыкового вуза. Что присваивается, что развивается в пространстве развития студентов неязыковых вузов, личностном пространстве каждого из студентов, ну и в определенном плане групповом. Это несколько компонентов, конечно же, структурированных и некоторые из них представлены в левой колонке. Это ценностные ориентации и поведенческие стереотипы, и стереотипы речевого и неречевого поведения, мотивы, ну и, конечно же, социальные и профессионально значимые личностные качества, которые приобретают обучающиеся, используя иностранный язык как следствие собственного развития. Таким образом, заключая, подходя к завершению выступления и заключая его, могу сказать, что сегодня индивидуализация понимается как проектирование вот этого ментального или образного представления о пространстве развития обучающегося. Индивидуализация понимает как реализация возможностей каждого обучающегося, каждого индивида для, опять же, реализации с целью достижения цели саморазвития. Именно вот в данном контексте, на мой взгляд, и следует сегодня понимать проблему индивидуализации. Как обеспечить индивидуальное развитие обучающихся средствами иностранного языка? Ну вот, здесь указаны некоторые компоненты содержания этого процесса. Реализовывая данные компоненты содержания, развивая соответствующие умения и навыки и компетенции в целом, мы обеспечиваем условия для вскрытия вот этих внутренних потенциалов, раскрытия этих внутренних факторов, которые способствуют тому, что человек развивается. И второй момент, который я хотела бы здесь затронуть, касается того, что, такого общего, вывода более общего плана. Вот сегодня методика развивается не от противного. Мы не отрицаем всего того, что было сделано в предыдущей эпохе, и не предлагаем с чего-то кардинально нового. Я имею в виду все методисты. Развитие методики идет не от противного, а в развитии имеющегося. И вот в реализации принципа индивидуализации мы видим наглядный пример этого тезиса. Потому что идеи сегодняшнего личностного развития, обучающегося следствиями иностранного языка, они не противоречат принципу индивидуализации. Они развивают, конкретизируют, уточняют определенные положения и отдельные положения. И выводят эти положения в контекст сегодняшней ситуации в образовании. В этом заключается и важность принципа индивидуализации, и вообще индивидуализация как процесса, и значение научных взглядов, концепций, и Ефимовича Пасова, и его учеников относительно индивидуализации. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, тема моего выступления мотивация как основа индивидуализации образовательного процесса в методе активизации личности и коллектива или в методе, который известен как метод Китай-Городской. Гуманизация является одной из основных характеристик современного образовательного процесса. Гуманизация предполагает, с одной стороны, расширение гуманитарного поля знаний для специалистов всех областей, а с другой стороны, индивидуализацию обучения, его ориентацию на конкретного человека, на уважение к индивидуальности человека, внимание к его личности. В приложении к обучению иностранным языкам индивидуализация обучения, в свою очередь, реализуется через повышение мотивации учащегося, его заинтересованности не только в результате обучения, но и в самом учебном процессе. Одним из способов повышения мотивации является методически грамотная организация личностно ориентированного общения. В психологии мотивация определяется как побуждение к деятельности, к реальному поступку. Это совокупность побуждающих факторов, которые определяют активность человека. В практике обучения иностранным языкам мотивация традиционно понималась и понимается как заинтересованность студентов в изучении языка, которое проявляется в хорошей подготовке к занятию и активности на уроке, в интересе при выполнении заданий и разных других параметрах. Но чаще всего мы понимаем, что мотивация – это внешний фактор, который повышает активность учащихся и стимулирует их учебную деятельность. Однажды Юрий Евгеньевич Прохоров очень остроумно охарактеризовал три основных типа мотивации сегодняшних учащихся. Первое – хочу. Второй тип – надо. Третий тип – обязан. Конечно, мы стараемся мотивировать учащихся и на своих занятиях через интерес к культуре страны изучаемого языка, через остроумные шутки. Мы приносим интересные тексты, показываем фильмы, разнообразим задания. Но достаточно ли этого? Что касается метода активизации, то в понятие мотивации вкладывается другое содержание. Поскольку в основе метода лежит деятельный подход к обучению иностранным языкам, а в основе любой деятельности всегда лежит мотивация, и без мотивации деятельности нет и быть не может, то в процессе обучения сама мотивация приобретает методическое значение. Таким образом, мотивация – это и условия протекания учебной деятельности, и технология учебного процесса, и инструмент планирования и проведения занятия. Отвечая на вопрос, к чему мы обучаем студентов, что является предметом обучения, мы единодушны в этом ответе. Мы говорим о том, что предметом обучения на занятиях иностранного языка является речевая деятельность на этом иностранном языке. Но хорошо ли мы понимаем, что это означает, и какая разница между языком и речью? Конечно, мы все знаем, что язык – это система знаков. Это форма, а речь – это смысловая задача, это персонифицированное содержание, которое передаю я и воспринимаю я. Это может быть устная или письменная форма, но это всегда «что», которое передается «как» с помощью одной или другой системы знаков. То есть, грубо говоря, речь – это одновременно «что» и «как», а язык – это «как». Тогда задание типа заполните пропуски, ставьте окончание, распрягайте глаголы, разыграйте паролям диалог, найдите в тексте ответ на вопрос, перескажите текст и так далее. Это задания языковые. Потому что в этот момент мы занимаемся языком, то есть решаем языковую задачу и думаем о языке. То есть и предметом, и содержанием деятельности является форма. Это «как» плюс «как». А речевая деятельность – это когда мы думаем о смысле, о том, что мы хотим сказать, что нужно ответить, и при этом облачаем это «что» в новую, незнакомую для нас форму. Другими словами, речь – это всегда одновременно решение двуединой задачи. Это совмещение формы и содержания. Поэтому, обучая речи на иностранном языке, мы учим и приучаем студентов одновременно думать о содержании, что я говорю, и о форме, как я говорю. В этом случае грамматическая форма является средством деятельности, а целью является достижение результата, который находится за рамками языковой сферы. «Мне нужно объяснить, нужно рассказать, поделиться информацией, убедить, понять, отреагировать, заставить что-то сделать». Таким образом, при обучении речи и решается двуединная задача. Причем эта задача решается единомоментно. Это совмещение «что» и «как». Суть метода активизации возможностей личности и коллектива заключается в специфической модели обучения синтез-1, анализ синтез-2, которая обеспечивает усвоение материала за счет практики в общении. Это общение максимально приближено к жизни и происходит в различных ситуациях, построенных на употреблении изучаемых коммуникативных единиц. Поскольку времени сейчас немного в моем распоряжении, я не буду подробно останавливаться на деталях работы метода Галинсанна Китай-Городской. Но что важно отметить, что в этом обучающем общении мотивация является и условием протекания учебной деятельности, и технологией организации учебного процесса, и инструментом планирования и проведения занятия. Я попробую сейчас раскрыть это положение и объяснить каждый из пунктов. Постараюсь сделать это как можно короче. Итак, мы сказали, я сказала, что условием, что мотивация является условием протекания учебной деятельности. В методе активизации личностное общение это что называется наше все. Это то, чему мы обучаем. Это то, с помощью чего мы обучаем. Поскольку в основе курса лежат полилоги, в которых заложен необходимый нам лексико-грамматический материал. И это как мы строим курс вообще и урок в частности. Это всегда групповое взаимодействие. Таким образом, общение – это и цель, и деятельность. Я сказала, что в методе активизации мотивация – это технология. Что такое технология? Технология – это совокупность приемов и методов. В методе активизации вся эта совокупность подчинена основной задаче спровоцировать и стимулировать, а это значит мотивировать общение. Технологически это значит создать множество мотиваций самых разных по своей природе и форме, множество причин действовать, множество поводов к размышлению и выражению своего мнения, своей позиции, а также множество вопросов, на которые хочется ответить. Таким образом, задача преподавателя состоит в том, чтобы создать это множество ситуаций, когда студент не может молчать, когда ему хочется говорить и хочется высказаться. Я сказала, что в методе активизации мотивация – это инструмент планирования и проведения занятий. Что это значит? Дело в том, что занятие по методу активизации состоит из цепочки взаимосвязанных заданий или действий, которые в совокупности составляют общий сценарий урока. Каждое действие, а нашими словами, словами преподавателей, это упражнение, имеет четко сформулированную задачу, но задачу смысловую. Чего нужно добиться? Каковы цели действия? В каких обстоятельствах и как их осуществить? А это не что иное, как общая мотивация. При этом на фоне общей мотивации у каждого персонажа может быть свой мотив, обусловленный его ролью и характером. Сейчас я постараюсь на примерах продемонстрировать маленькую часть того, как формируется мотивация в заданиях. И в частности я проиллюстрирую, как мы используем мотивацию в качестве инструмента планирования и проведения занятия. Я покажу цепочку заданий, но это, эти задания и эти действия происходят в рамках одного большого события. Самолет с участниками, самолет с пассажирами неожиданно садится не в Москве, а в другом городе. И на этом строится все общение пассажиров, которые знакомятся, которые пытаются из этого города улететь в Москву, потому что у каждого свои дела и у каждого свои цели и задачи. Еще раз я хочу повторить, что есть в курсе два плана. Есть план студента, который решает задачи, который решает смысловые задачи, и есть план преподавателя, а именно ввести нужный, необходимый лексико-грамматический материал, его отработать и привести к тому, что студент сможет употреблять эти конструкции и эти коммуникативные блоки в своей дальнейшей речевой деятельности. Итак, вот посмотрите, пожалуйста, на эти задания. Самолет приземлился, и я как преподаватель отрабатываю конструкции «меня зовут», «как вас зовут», «давайте познакомимся» и так далее. Первое задание в цепочке заданий, которые будут представлены в сюжете этого урока, звучит следующим образом. Нам, похоже, предстоит провести какое-то время вместе, поэтому давайте знакомиться, представьтесь и спросите, кого как зовут. Но у вас совсем немного времени, поэтому за эти несколько минут вам нужно успеть познакомиться как можно с большим количеством пассажиров. Таким образом, мы создаем мотивацию для дальнейшего действия. Мы включаем учащегося в определенным образом выстроенную игру, но в этой игре смысловая задача имеет первостепенное значение. Далее. Мы отрабатываем конструкции, как ее зовут, мы идем дальше, и мы отрабатываем конструкции, как ее зовут, как его зовут, ой, я знаю и так далее. Как это задание можно вести? Как можно мотивировать учащегося это все повторять? Вы помните, вы познакомились, узнали, запомнили, кого как зовут? Ну, конечно, нет. Тогда обменяйтесь информацией, спросите уже знакомых, запомнившихся вам людей, кого они знают. И вводится модель. Скажите, вы не знаете, а кто эта красивая девушка, кто этот серьезный мужчина? Но, извините, но одного имени, конечно же, недостаточно. Всегда хочется узнать больше, не правда ли, что мы делаем? Мы наращиваем материал, но мы мотивируем это наращивание материала за счет формулировки даже не задания, а формулировки задачи, которую предстоит решить учащемуся. Я пролистаю дальше слайды и проговорю следующее задание, что обычно люди делают с секретами. Тут мы выводим учащегося на разговор, на разговор, на размышления. Ответ может быть даже по-английски, может быть на любом языке дан. Но нам важно вовлечь учащегося в дискуссию и замотивировать его дальнейшую речевую задачу. Конечно, как только мы узнаем секреты, мы их тут же рассказываем. Сначала рассказываем самым близким друзьям, потом рассказываем друзьям уже не таким близким и просто знакомым, и даже незнакомым. Поэтому расскажите своему соседу все, что вы только что узнали из беседы и так далее. Я пролистаю, уже не буду читать, поскольку время мое закончилось. Я пролистаю быстро слайды для того, чтобы вы могли их посмотреть. Вот посмотрите, пожалуйста. Дальше в чемодане находятся, все пассажиры проходят таможню, в чемодане одного из пассажиров находится очень подозрительный предмет, его арестовывают, и все учащиеся идут просить за него, потому что мы с ним летели, потому что мы знаем, что он очень приличный человек. И таким образом мы повторяем все конструкции, собираем их в единое и говорим, здравствуйте, это наш друг, он у вас, его зовут, таможенник плохо слышит, поэтому он переспрашивает все время, а вы кто, как вас зовут, сколько вам лет, меня зовут, а кто вы по профессии, и так далее. Но, слава богу, все хорошо кончается, и так далее. И действие продолжается. И на следующий день мы встречаемся и выстраиваем новую цепочку взаимосвязанных заданий, каждая, опять, не заданий, извините, не заданий, а речевых задач, каждая из которых имеет свою мотивацию. И таким образом мотивация является неотъемлемой частью методической системы обучения иностранным языкам. Она может присутствовать на самых разных уровнях, но главное, что она присутствует абсолютно в каждом задании, которое правильно, которое сформулировано правильным образом, таким, чтобы вовлечь учащегося в решении коммуникативной задачи и заинтересовать его тем, что он будет делать. Несмотря на то, что все, о чем я говорила, иллюстрировалось на примере метода активизации возможностей личности и коллектива, я абсолютно уверена, что даже в занятии по традиционной модели это может быть использовано, и это очень поможет стимулировать мотивацию учащихся. Спасибо большое за внимание. Желаю всем здоровья. Добрый день. Меня зовут Анна, моя фамилия Рудык. Я работаю на кафедре русистики Жоржевского университета. Тема моего доклада «Из опыта использования коммуникативной технологии обучения обращения к группе людей». Особая роль в речевом поведении принадлежит речевому этикету. Это понятие толкуется как часть этикета, как совокупности правил цивилизованного поведения людей, а именно система устойчивых поражений, в которой сосредоточен общепринятый порядок культурного речевого общения. Речевой этикет понимается иногда как набор языковых средств, типичных в определенных речевых ситуациях проявления вежливости, как, например, приветствие, прощание, выражение просьбы и благодарности, обращение и привлечение внимания. Соблюдение правил речевого этикета окажется неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, ведь каждый человек общается с другими. Это важно не только для простроения дружеских отношений, но и для профессионального роста и вообще для успешного функционирования человека в обществе. К счастью, в любом языке существуют в готовом виде слова и выражения, передусные на разные случаи, определенные штампы, называемые формулами речевого этикета. Односятся к ним, например, устойчивые выражения, используемые при приветствии и прощании, или некоторые обращения. Обращение является типичной чертой идеологической речи. Оно не только содержит информацию, к кому направлена речь, но выражает также отношения, говорящие к собеседнику, может доставлять сведения о том, какие отношения установились между ними. Итак, адресатные формы – это языковые показатели межличностных отношений, соединяющих членов определенной общественной группы. Они выполняют две, обычно накладывающиеся одна на другую, коммуникативные задачи. Апеллятивную, то есть функцию призыва, свойственную, прежде всего, обращением, открывающим реплику, и экспрессивную, которую можно тоже назвать оценочно-характеризующей. К основным функциям обращения следует внести также обеспечение установления речевого контакта между собеседниками, то есть между говорящими, выделенным из общей массы служателем лицом. Однако бывает и так, что обращение направляется не к неединичному адресату, но к группе людей. Именно такие адресатные формы подвергаются анализу в настоящем докладе. Рассмотрим два примера. Выделенные в первой паре предложения обращения выполняют, прежде всего, фактическую функцию, выражающую установку на поддержание контакта между участниками разговора. Некоторые сообщения, если направляются безлично, теряют свою силу, добавляя к высказыванию адресатную форму, но устанавливаем конкретные направления, по которому оно двигается, поэтому более вероятно, что они достигнут цели. Во втором из приведенных примеров на первый план вытягиваете локоть апресы. Кроме того, уже приведенные обращения к коллективному образцу, это просто практичное решение, так как проще, удобнее сказать девчонок, девушку, чем, например, Ашу, Лавнешку, Наталью, Монико и Молгощу. В случае, если содержание высказывания, в данном случае в приложении, направляется одновременно к нескольким лицам. По нашему мнению, обращение в приведенных нациклификациях служит для объединения лиц, которыми проявляется высказывание на основе какого-то общего признака, даже так очевидного, как по адресату речи. Рассмотрим иной пример, представляющий собой отрывоку приличного выступления. В повествовательном тексте мы читаем «Муша им на жучить поджучить спульноты». Надо сыграть на их чувстве сопричастности. Данное замечание дает основу предполагать, что в приведенной речи используется некий манипуляторский прием, так как чувство сопричастности должно скорее рождаться спонтанно в качестве естественной социальной потребности людей, связанных общностью мысли и действий намерений. Здесь, говорящий намеренно взять появление такого чувства, внушая наличие общей цели, которая должна искусственно их сплотить. Манипуляция или нет, важнейшей целью является объединение группы людей. Обращение является общим знаменателем, присущим каждому члену группы людей, который обращается к говорящим. Бывает и так, что информативность обращения коллективного председателя практически сводится к нулю. Смотрим следующий пример. В таких высказываниях на первый план выдвигается фатическая функция обращения. Отсутствие определенной семантики, информативности этого типа обращений подтверждается наличием следующих решений переводчиков. Обращение просто опускается в переводе. Причиной такого приема, несомненно, должно быть убеждение переводчика в том, что устранение адресатной формы целевого текста не обедняет его содержание и не изменяет смысл высказок. В известном пособии для студентов-иностранцев, в котором приводится перечень выражений речевого этикета и описывается ситуациях употребления, выделяются следующие обращения к группе людей. Организуя учебный процесс, следует помнить, что иноязычная речь должна отражаться в реальной коммуникативном поведении. В реальной коммуникации потребность общения вызывается ситуацией и необходимостью решения целей и задач, стоящих перед ее участниками. Неситуативные высказывания, как правило, не вызывают реакции собеседника, так как речевые единицы, лишенные ситуативности, являются для собеседника незначимыми. Чтобы лучше осознать ситуацию употребления приведенных адресативных форм, мы решили найти пример их употребления в национальном корпусе русского языка, так как, по нашему мнению, они служат лучшей иллюстрацией для учащихся и помогают понять смысл отдельных адресативных форм по соотношению с правилами речевого этикета. Приведем несколько примеров. По нашему мнению, корпусный материал может использоваться в преподавании языков и является основой для подготовки разнообразных упражнений. Если мы удалимы из нескольких высказываний обречений, задача для учащихся будет заключаться в том, чтобы заполнить пропуски подходящими адресативными формами. В зависимости от уровня обучения, можно провести подсказку, печень, для выбора или попросить самостоятельно придумать решение. Для начинающихся, учащихся, полезной может оказаться задача, состоящая в том, чтобы просто указать в тексте обращения, подчеркнуть их. Несомненно, целесообразным является проведение подробного парагматического анализа на менее продвинутом этапе владения языком на родном языке, включающего обсуждение того, кем являются адресанты и адресат высказывания, в каких обстоятельствах используются определенные обращения, какими эмоциями пробуждаются высказывания и так далее. Усваивая язык, как родной, так и другие, мы одновременно и постепенно приобретаем отраженную в нем культуру. Наше речевое поведение основано на культуре и постоянно определяется ей. Знание речевой этикеты является гарантией культурного поведения в иношенной среде, а культура общения становится в настоящее время важной социальной характеристикой личности. Поэтому вопросы речевого этикета должны стать неотъемлемой частью уроков по иностранным языкам. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok